Здравствуйте! Вашему вниманию очередной обзор криминальных происшествий в Соливорском районе. Мы подготовили для наших зрителей много интересной информации. Жители Соливорска должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации. Потому в нашем городе и проводится отработка массовой эвакуации людей. В будущем это позволит избежать гибели на пожарах детей и подростков. Учебную эвакуацию было решено провести в общежитии педагогического колледжа. С ребятами и администрацией был проведен предварительный инструктаж, а затем приступили к практическим учениям. В вечернее время было выбрано также не случайно. Практически все жильцы общежития находились в здании, занимаясь своими делами. По легенде, возгорание произошло на первом этаже в холле. Возгорание обнаружила дежурный по вахте. Пожарная тревога. Возгорание. Общежитие. Город Соливорск. Парковая 19. Она же и включила сигнал тревоги и вызвала по телефону сотрудников МЧС. В момент учебной тревоги в здании находилось около 200 человек. Услышав тревожный сигнал, все организованные, без паники, покинули здание. В целом эвакуация заняла около пяти минут. Приехавшие к месту вызова сотрудники МЧС оперативно ликвидировали условный пожар. Подобные отработки действий нужны не только населению, но и сотрудникам МЧС. Ведь главная цель учебной эвакуации – недопущение к гибели людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Основная цель данного мероприятия – это показать детям, как необходимо действовать при сработке пожарной сигнализации. Ведь большинство детей, которые здесь живут, да в любом общежитии – это приезжие. Они не знают ни планировки, не знают, что необходимо делать. Вы даже видите, что на улице уходит не только ребята, студенты, которые учатся, но и жильцы, которые здесь проживают. Это уже о многом говорит о сознании наших жителей. Такие мероприятия мы будем проводить ежегодно. Если в детских и дошкольных учреждениях и учреждениях образования, в школах, мы пройдем это два раза в год с участними представителями МЧС, то общежитие как-то у нас осталось немножко в стране. Поэтому в ближайшее время мы еще пройдем проработку в Солигорском горно-химическом колледже и в нашем еще одном училище. С привлечением сил и средств с нашего отдела. К слову, сами ребята к подобным учениям относятся положительно. Считаю, что это поможет в будущем грамотно и без паники вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации. Как ты считаешь, вы сегодня справились с учебной тревогой? Да, я думаю, на мой взгляд, учение прошло успешно. Такие учения нужно проводить почаще, так как у нас проживает в общежитии много студентов, много несовершеннолетних. И при таких частых учениях формируются навыки при пожарных ситуациях. Да, все было хорошо, справились отлично. Побольше бы таких учений. А для чего ты считаешь, что это нужно? Ну, чтобы люди знали, как это проводится. Ну, чтобы, ну, как все вы... Чтобы, наверное, гибели. Да, чтобы вообще не было гибели, чтобы люди знали, как это все. По результатам отработки эвакуации можно говорить о том, что и жильцы общежития, и воспитатели были достаточно подготовлены. Знали, что необходимо делать в случае пожара. Действия всех были слаженными и четкими. Продолжается реализация закона об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Под амнистию попали и 65 жителей Солигорского района. В Солигорском районе запланировано по мероприятиям, связанным с амнистием, освободить частично или полностью 65 человек. То есть амнистия начала применяться у нас с июля месяца. В настоящее время мы освободили 37 человек. Но если правильно обсуждать, амнистия, как в народе говорят, освободить по амнистии, это не значит, что полностью. То есть амнистия по разным своим частям, может человек освобождаться как на год частично, сниматься наказание, так и полностью. То есть в общем количестве мы освободили 37 человек. Полностью освободились, это полностью по первой статье с покрешением судимости 26 человек. Освободились из мест лишения свободы, получается это другая категория, не наша состоящая, а те, которые находились в местах лишения свободы, на сегодняшний день 37 человек. Очередной вечер и наш очередной рейд. Вместе с вами мы наблюдаем за работой оперативно-дежурной службы, куда, как известно, в первую очередь обращаются граждане за помощью. Сколько будет вызовов, сколько сообщений, мы не знаем. Но одно с уверенностью могу сказать точно, каждому оказавшемуся в трудной жизненной ситуации будет оказана помощь правоохранителей. Буквально сразу в дежурную часть поступает вызов. На улице набережной неизвестный мужчина выхватил у солигарчанки сумочку, в которой находились 5 миллионов рублей. Женщина запомнила некоторые приметы преступника, который дежурный сообщил всем патрульным ГАИ и департаменту охраны. По области незамедлительно ввели план перехват. Никто из сотрудников и не подозревал, что этот уличный грабеж – учение для личного состава. А потенциальный преступник вместе с сопровождающим его посредником сотрудникам милиции передвигался по городу. Вообще по легенде получается у нас у женщины, женщина, которая шла с магазина, у нее вырвали сумку и преступник скрылся. У нас есть условный преступник, о котором знают только те, которые участвуют в учениях. Таким образом эти учения позволяют сотрудникам силовых структур постоянно находиться в форме, быть готовыми к различным происшествиям и преступлениям, уметь быстро реагировать на поступающие вызовы, раскрывать преступления по горячим следам. В итоге потенциального грабителя буквально за полтора часа задерживали более пяти раз. Стоит отметить, что все службы среагировали оперативно. Подобные практические отработки ситуации проходят постоянно. А теперь статистика милицейских сводок. На этой неделе в дежурную часть поступило 178 сообщений от населения, 24 из которых о преступлениях. Правоохранителями возбуждено 9 уголовных дел, из которых 7 уже раскрыто. Задержаны два водителя в состоянии алкогольного опьянения. В специзоляторе побывали 5 жителей района. В милицию за различные административные правонарушения были доставлены 46 человек. На этом у меня все. Мы и дальше следим за развитием событий, участвуем в рейдовых и профилактических мероприятиях силовых структур и, конечно же, информируем вас о происходящем. Берегите себя, будьте бдительны и внимательны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова